Достопримечательность Свердловской области Достопримечательность Свердловской области Достопримечательность Свердловской области Достопримечательность Свердловской области Железнодорожный тоннель у поселка Дидина в 60 км от Екатеринбурга заброшен уже почти 30 лет Но поток туристов и любителей заброшек, которые хотят прогуляться по этому мрачному коридору С каждым годом только растет Он пробит в низкой части Коноваловского увала, который знаком многим по его высшей точке горе Шумов Тоннель на участке железной дороги Казани-Екатеринбург начали строить в 1914 году Стройка шла быстрыми темпами, сразу на нескольких участках И закончить тоннель удалось ровно к началу Гражданской войны Так что одним из первых по нему проехал адмирал Колчак Отступавший в Сибирь с золотым запасом Российской империи Общая длина тоннеля 1124 метра И это не просто дыра в скале с красивыми въездными порталами А серьезное инженерное сооружение с сетью дренажных каналов, штольнями и шахтами по всему периметру Одна из легенд, появившаяся вокруг Дединского тоннеля О призраке главного архитектора, который прикован к этому месту из-за грубой ошибки в расчетах при строительстве Слухи о такой ошибке возникли из-за конструктивной особенности сооружения Оно имеет небольшой изгиб, так что увидеть свет в конце тоннеля можно не сразу и не везде Но на самом деле эта конструктивная особенность связана с плавным поворотом железной дороги Тоннель исправно служил Уральской железной дороге 77 лет и был стратегическим объектом В том числе по эвакуации и снабжению фронта во время Великой Отечественной войны Его охраняла специально расположенная здесь военная часть До сих пор в лесу можно найти остовы, здания и даже бывшие пулеметные доты Но опасность для сооружения исходила не от диверсантов, а от грунтовых вод Они постоянно подтапливали железнодорожное полотно Сложная дренажная система не справлялась со своей задачей А внутреннее пространство разрушалось из-за сырости В конце 80-х годов начали строить обводную железнодорожную линию Последний поезд прошел через Дединский тоннель в 1995 году После этого тоннель опустел и превратился в одну из самых известных достопримечательностей Свердловской области Продолжение следует... Продолжение следует...